Привет, мои прекрасные зрители! И с вами Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube, и это плейлист про мою новогоднюю поездку с друзьями в Приэльбрусье и катание на горе Эльбрус. И сегодня я хочу поделиться с вами, как прошёл наш второй день. Он был, ну скажем так, такой очень продуманный и стабильный, потому что, покатавшись в первый день и простояв в очереди первый день, видео я где-нибудь здесь и в подписи оставлю ссылочку на это видео, мы поняли, что стоять час в очереди сначала за скипасами, а потом ещё каждый раз стоять по часу в очереди на подъёмник, мы были не готовы, и поэтому мы решили взять билеты на старую канатку и поехать кататься на старой канатке. Цена у неё всего лишь 1200 рублей, это, конечно, подкупает. Очередей нет, все думают, что она очень долгая и очень небезопасная, поэтому на неё нет такого ажиотажа. И, собственно, мы поехали втроём кататься, я, Ванька и Машка, поехали кататься втроём на этой старой канатке. И это была прям лично для меня ностальгия, потому что первая моя поездка на Эльбрус была в 2007 году, и потом практически каждый год я стабильно ездила, получается, уже вот 13 лет, как я езжу на Эльбрус. В какие-то года было там по два раза ездила, пару лет я туда не ездила, потому что были инциденты, когда расстреливали маршрутку, я решила, что это опасно, и ездила в другие места катания. В целом, 13 лет я езжу на Эльбрус, и вот это катание на старой маятниковой канатной дороге для меня была прям такая вот флэшбэк в прошлое. В этот раз я каталась так же нестабильно, как было, когда я первый раз приехала на Эльбрус, но в этот раз я была не на сноуборде, а на лыжах, и каталась я не очень стабильно, но зато куража и отчаянности было достаточно, поэтому мы очень круто покайфовали. У нас была до самого верха старые канатки, до трех, где-то 800 скипас, до старых горбаши, и наверх можно было подняться на однокресельном подъемнике в старом советском, впрочем, и вся дорога старая советская, и это было немножко опасно. Поднимаемся мы на старой однокресельной канатной дороге с Мира до Горобаши. Не очень здесь удобно. Это все происходит, потому что нужно держать лыжи и палки в руках, и, в общем, это прям опасно, что может все развалиться. Сейчас я прям очень опасный кульбит исполняю, то, что снимаю еще на телефон, но очень хочется. Я даже не помнила, как это работает, но если обычно ты садишься в кресельный подъемник и едешь наверх, у тебя пристегнуты лыжи или сноуборд к ноге, то тут нужно взять все в руки. Я еще взяла телефон, и мне казалось, что у меня сейчас все просто рассыпется. Там, понятно, что пара лыж, пара палок для лыж, еще телефон, еще страшно насидеть на этой ржавой железной креселке. Но, слава богу, все прошло отлично. Мы покатались, спустились, покайфовали на солнышке, и это было очень здорово. В общем, кайфовый такой день. И в конце дня, когда мы уже накатались под закрытие, мы решили снова поехать по тропе здоровья. И в этот раз я поехала по следам девушки-лыжницы, которая визуально какую-то местную девчонку напоминала. Я поехала за ней и поняла, что не зря, потому что она свернула в таком месте, которое не похоже на поворот. Но очень я хорошо за ней проехала через ручеек. Ручеек я перепрыгнула. Он очень холодный. Даже под льдом мчит. Некрасиво, неприлично, красиво. Увидела Сванскую башню и выехала практически к нашему дому. Мне там нужно было пройти метров, наверное, всего лишь 100. Да, это не очень удобно в лыжных ботинках, но тем не менее это было здорово. Единственный момент, что все мы забыли ключи, и ключи остались только у Саши, который не поехал в этот раз кататься, поскольку травмировался. И мы все сидели, ждали сначала Сашку около нашего подъезда во всей амуниции, а потом мы очень сильно замерзли и решили пойти в кафе, которое было неподалеку от нашего дома. Называется кафе Байрамук. Очень рекомендую всем, кто в Тирскол собирается или сейчас в Тирсколе смотрит мой вложек, потому что Байрамук – очень вкусное кафе, потрясающе там готовят. И совершенно недорого. Это очень здорово. В Тирсколе, возле МЧС, возле мечети, как ориентир, кафе Байрамук. Прям советую. А еще хочу поделиться с вами. Я сегодня засняла, пока мы сидели и решили устроить перекус, я засняла то, как одеваются на склоне в Приэльбрусье. Очень было много интересных, колоритных персонажей и просто людей. Так что делюсь с вами. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!